всем доброго здоровья всем привет сегодня мы приехали кормить не только наше хозяйство но это тоже хозяйство не только хрюшек но и пчелок еще валентина проверочкой наше местожительство на старость не пошли пошли за мной кабачок пошли кушать пошли травку кушали а картошку не хотите пульта и пошли кабачок мягенький держите в разные стороны малышню не отгоняли кушать не мягенькие не надо вам резать держите о смотри двоем двоем кушают одного из кабачка смотри не мягенькие шеи там это а посмотри хрюня мама она стоит и ждет пока ты целую кормушку комбикорма навалишь тогда она будет кушать там скорее всего мука это осталось она же и не будет кушать пошли мне еще много кабачков пошли поможете ух они вкусные двоем одного кабачка она уже просится на покой ну чё за мной идете чего идите кабачок ешьте и все пришли за мной миша зови их миша зови пошла хозяйка иди 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 не очень-то эти ходят за мной ждут чё-то ждут вкуснее кабачка они были очень молоденькие мягкие эти тоже все мягкие они долго не лежат слушай на них так никаких кабачков не напасешься надо поголовье сокращать что-то мы их иди иди пока погуляй иди чтобы намокло это кучеряша ждет ждет вкусного это что вот эти отруби да она сюда осыпки завести чтобы никому не корм досыпать и заливать и будет им черешка жги миша шевелись ты можешь не успеть вся банда подходит рано 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 это целом ведро миша можно размешать выцеплю вылью наверно вкусно им и пахнет же она хоть там ничего наверно нету но пахнет так что вам пойду грязно Самая вредная. Голосиска, да? Голосиска. Ты посмотри, сколько места, а вот ей надо там, где все, чтобы мешать. Самая главная. Главарь банды. Хрюнька. Хрюнька, ты хорошая, мама хорошая. Хорошая. Большого ты такая. Настоящая Хрюня. Представляете, каких размеров ей надо сейчас искать друга? Не факт. Что вдруг может быть больше. А там их несколько меньше. Ну иди оценивай строение. Слушай, ну я вижу, что так высоты вроде хватает. И так уже низковато. Как будет подбито? Под какую? Скорее всего вот так. Я не вытерплю каждую досочку зарезать и туда вымерять. Через нет терпения? Нет. То надо, чтобы... Миша, не, это будет так высшее, если ты каждую высшую. Так можно будет минваты 15 сантиметров дать и потолок будет теплый. А так будет только 5 сантиметров утеплителя. Я там, ну, наверное, не очень много. Ну, если подойти, то в этом месте будет низковато. Тут вообще... Ну, мне не будет давить. Мне точно не будет давить. О, хорошо. Вроде нигде не мокрый пока нет. Слышишь, ну, это вот зрители писали, что твои эти подпорки слабоватые на твой шифер. Возможно, кровлю нужно было другую, полегче что-нибудь. Но она не совпадала бы с толом. Кое-что здесь будет усиливаться. Как и что, это уже я покажу впоследствии. Сейчас я не буду рассказать, чтобы языком из ряне... Вот здесь. Вот изначально у меня была мысль, почему я и ту стропилю наставил. Ну, как ее назвать? Майорулат. Еще на метра три и несколько еще стропил и было бы здесь такая вот. А сейчас я смотрю, что... А зачем тебе вторая терраса? Во-первых, в кухне будет темно. Наверное, достаточно будет вот так вот по эту длину подрезать. Нет, раз у нас стропилина есть, не стропилина, а вот это, ну, мауралат, куда стропила опирается. Доски... Ой, продлить. Некоторые уже неплохие, некоторые можно будет доточить и на целый лист, ну, короче, метр добавить. Вот так вот. И оно закроет ступеньку, которая будет в домах, но... То есть, ей это, наверное, будет достаточно. Ну, наверное, да. И хоть какой-то свет будет в кухне. По поводу света в кухне у меня тоже есть мысли. Но я тебя пока пугать не буду. Мне же не надо как-то. Грандиозно вот все. Все скромно. Я же не приеду сюда. Ну, никто не знает, как жизнь повернет. Это да, это да. Вообще классно получилось. Места тут будет много. Потому что, когда мы качаем мед, да, мы вот здесь располагаемся, располагались, здесь резали, тут заносили, тут рамки стояли, тут ведро с водой. Очень все так. А туда вот надо было всегда шагнуть, не забыть, что тут порог, и там крутили мы мед. А сейчас же можем здесь все делать. Расположился, расположился. На окно, на двери москитную сеточку, такую, как у нас дома на магнитиках. Правда, что пчелы не залетали. И все, и мы в шоколаде, и мы работаем. Постоянно, конечно, ты туда не перевеешь, но время от времени... Время от времени Миша и так приезжают. Будем мы давать детям взрослеть. Они нормально взрослеют, стараются. Вот здесь вот халтурка у меня, видишь, мы за руберой воровали. Ага. И что, может затекать или что тут? Здесь и оттуда будет идти, что здесь... То есть придется, когда буду вот это доделывать, придется там этих пол-листа снять, кусочек руберы-то. Слышишь, ну вот если сейчас будет у нас большие дожди, ты же можешь видеть по бетону, будет тут капать или нет, или нет. Так я на это и... Да? И рассчитываю, чтобы... Слышишь, выкопать нам эту скважину, а ты сразу шух туда и водичку, и прольешь, и все увидишь. Ну, я бы была мысль у Керхера немножко помыть эту вот часть. Ну, а дом весь тогда, что там же не залезешь, он хрупкий может. Ну, я не решился бы лазить там. Нет, не надо, не надо. Была мысль, такую ручку сделать на колесике. Жиг! Жиг! Щетка? Нет, Керхер, но на колесике. И он туда-сюда ездил, но только волну переставил, туда-сюда проехал, волну переставил. Ну, были всякие мысли. Ну, ладно, до этого... Пошли, Михаил, наливать хрунделем воду. Ты проверял воду у них? Ну, там в этом кормушке, то есть поилки есть. Но надо, наверное, заливать. Конечно, надо. Они пьют, как не в себя. Сто картофель. Ну, Дмитя, жилой, тебе буду вот так подавать. Носи. Так, свиньи, не путай тут. Они ждут, что можно что-то вкусного досыть. Ну, сколько там было воды? А я не закреплю. Я знаю, что там надо лить. Уже когда налью, тогда посмотрю. Сколько там надо. Ух! 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 Ага, ветки не хочу, что надо. Ух! 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 разровняй а вот мы все намешали отруби и комбикорм и все карета пустые съели им очень нравится отруби с комбикормом а с мукой миша будет есть еще лучше правда посмотрим я там вот все за нами ходит все кругом хреничка ты головарка ты всех ведешь всеми командуешь что вы все спрятались от дождика рюши и пришли никто не хочет мыться никому лужи уже не надо все спрятались под навес любопытный храндель любопытный вообще думал что это не спрятались Продолжение следует... 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 Прошлый раз было 3... Сейчас уже видел 5... А вижу он сидит... Продолжение следует... 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 Я пойду гляну. Это включено. Что он там орёт? Миша застряла. Застряла под этим. Лежит и застряла. Сюда, сюда к тебе. Сейчас она меня выходит. Уже было так раз. Слушай, чтобы не укусила. Давай, давай, давай. Слушай, а если бы... Ну, они бы так не шугались. Просто мы их, может, напугали, когда в воду. Ну, она бы так, может, не подлезла бы туда. Да ладно, это не. Видно, жопка там подрастает. Видно, она не испугалась. А вылезла бы, чтобы мы тут не были, Миша, интересно. А до этого как они вылазят? Не знаю. Ой, напугала так, свинтус ты. Всё, все прибежали к своим мамочкам. Ну, всё, будете дрыхнуть. Всё, до свидания уже им. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всё. Всё. Сейчас вляутся, будут спать. Да. Они пока еще здесь Ночуют Жарко там, наверное Наверное Это же такая толпа, стадо целое Да, она дышит, то вообще там жарень Поехали На часах 8.30 вечером А в лесу уже полная ночь Полная ночь Да и не в лесу полная ночь Везде полная ночь Туман Синий туман Это что? Ну ты миша Попутал педаль Писю запел и попутал педаль Ну все, сейчас уже у кого помидоры Еще на улице, ну как у меня на хуторе Уже все им будет Ну может потерпит до завтра или до послезавтра Ну может Сегодня у нас дождливая погода Поэтому решил немножко уделить внимание Трактору Видно За свою жизнь я переработался с металлом И сейчас у меня, ну работать с ним вообще не тянет Но что-то с него надо сделать Потому что место занимает Ну сейчас попробую сделать Хотя бы капот доварить Был вопрос по поводу вот этого цветка Как за ним ухаживать, какое его название Я не знаю как он называется Но ухаживать за ним очень просто Просто поливать даже без никаких удобрений Черенкуется он очень хорошо Очень хорошо пускает корни И перезимовать его не очень сложно Он ничем не болеет Хорошо растет зимой И весной Просто поливать И вот так вот он разрастается Я уже знаю как мы назовем это видео Валентина хочет отобрать у меня канал Нет, не хочу отобрать Вот берется, отрезается пасночек Ставится в воду Легко пускает корешки Если вот так вот он высоко ползет Это я уже упустила Здесь его можно срезать И все, он будет гуще становиться Ну сейчас уже желтеет осень Листики такие А так очень хорошо растет Такая зеленушка Примеры применим нанотехнологии На твои ведра Так Давай, давай То есть какая-то польза должна быть Да, действительно Име какая-то польза Ух ты Давай Саш, надо, нужно выше поднять Где-то Вот эта линия между Или это без разницы Тебе же надо эта линия Мне надо вот тут вот Все Вот смотри Вот здесь вот С этим совмещаешь Да я даже бинок А чешуну глаза бьет этот С их глаза не подставляй Вот, вот этот Опа, нарисовала Следующий Опа, нарисовала Ох и красотень И не надо мне уголок уже Который у тебя всегда криво становится Да А сейчас мы какое-нибудь ведро проверим Но я тебе скажу Не позорь меня Я тебе скажу Это ни на что не влияет Ну то ли только на твою перфекционизм А так оно Не, потом стоечки все выпрямляю Как надо мне Что плохо пишет Давайте попробуем Видишь, не вымазай мне ведро Ну зачем Ну тут же будет донышко И что Ну и что Вот я же говорю Перфекционизм Это перфекционизм Это болезнь Ну это же донышко будет стоять на донышке Ну и что Может кому-то это не понравится А когда это подарок Ты его крутишь со всех сторон И уже рассматриваешь А тут ты своим этим маркером Поразукрашиваешь Это еще хуже Да Потому что у них какие-то недолговечные Это же новые Ой, какая красота Я сейчас сама буду Вот здесь выставляем угол 90 градусов И с копичком Если честно, не обязательно Не обязательно? Ну вроде как бы так просто Не ерзать туда-сюда, да? Да Ой, классно А ну давай мой этот Проверим горшок Сейчас переделаем Сейчас я так чик Позачеркиваю Слышишь, давай не будем проверять Ты же точно будешь переделывать Ты же не сможешь Ну и что Ну давай проверим Ладно, ты это же ведро доделай Подожди Ну ты же до этого как-то их плела Ну плела Ты просто не знала Что они не сходятся И видишь И все было хорошо Ну если у меня глазомер был нарушен Теперь с этой штукой Я буду не нарушен Не рисую Надо что-то делать Ох, вещь Ты споди, ты же в уголок не ставишь, бля Какой? Аааа Все скосимо Видишь? Всем сказала, что надо в уголок Аааа Может это я тоже уже скосила Это ничего страшного Нет, это ровно Миша Давай, давай я буду тебе Поворачивать Что мне надо трактор варить Ты не скосишь? Пусти Давай Ой, красотень Слышишь, впервые ты купил какую-нибудь штуку, что нужно мне Это примерно как в том анекдоте Даже не знаю, что купить моему мужу на день рождения У него уже все есть, что мне нужно Помнишь, это вот, когда ты купил тачку А пришел сосед и мы сказали, что подарил мне ей на 8 марта Видели бы вы его глаза Кстати, она до сих пор еще живая работает Слышно на хуторе Уже 16 лет Я уже купил новую тачку Прикалываешься, люди примут это Это всерьез Ой, вещь, ой, вещь Только маркер не пишет Все Давай мы проверим А, вот что Вот, давай Ох и халтурка Ты уровень поправь, может Уровень Кирилла стоит А, ты тут не натрагиваешься сами А, без разницы А, нет, без разницы О, этот сошелся Все, не ворочай больше Сошелся, все О, этот сошелся Так что, видишь, что, это твоя халтурка Если так не сходится Лишь надо ровно по центру ставить О, чтобы он смотрел вот сюда Кто? Ну, этот уровень А ты там уж там тоже не смотрел Ишь переделываешь А тут же не видно его Не видно То как ты поставишь На глаз На глаз Все хорошо, Валечка Так, упирай сюда Не халтурь Валечка, все хорошо Я выключаю Не, 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 не выключай Буду дальше размечать А, там у меня маркер не пишет Я какой-нибудь напишу Мальчик, что в магазин отправляет Ой, я... Я не волшебник Я только учусь Тебе боевая раскраска Зеленого цвета на лице У меня... Быстро я учусь Доплетаю Подбегами Вот такая у меня есть лопаточка Самодельная Не трудно догадаться Кто ее сделал Не трудно Потому что Так, ну что... Выключу Вот такой получается капот Сейчас ему надо еще ответную часть приварить С завесами долго С завесами долго намучился Хотелось сделать, чтобы они были съемные И осталось еще... Вот, чтобы осталось... Чтобы осталось не перекрытая ручка Можно будет завести Не открывая капот Ну, открывая капот Это сделать будет Как бы еще Удобнее Ну, можно не открывая Хорошо Варится Вообще приятно Хоть ты назад возвращайся В сварку Ну, так не хочется Но сейчас намного это Приятнее Делать Почему? Потому что Варим Сваркой фирмы Foxall Варит прекрасно Надо было вот в этом месте Мне Приварить Единичку К полосе К металлу Почти сантиметр Выставил Сначала Сначала Ты варил на двух Потом сказал Понизить до полтора миллиметра Я уже когда перешел Я два Два миллиметра поставили И оно варило прекрасно Как к единице Так и к этому Такого я не мог добиться В своей сварке Конечно, сварка классная Все Со временем Ты будешь оценивать Я надеюсь Уже ей крепко варить Не буду Варка вообще классная Только в удовольствии Только Да Вот Молодец Только я буду ей варить Только в удовольствии Все Сейчас мы Ответочку ему сделаем Чтобы он сюда Как-то защелкивался Все Обточить Обточишь Вижу Что очень хочет Читаю В глазах Большое желание А, сейчас Семен Варить Интереснее Чем втачивать Потому что Там варить Там Всегда по-разному Кардышов А обточка У-у-у Веда одинаковая Семену вроде Когда я Со своими проектами Возился Ему понравилось Втачивать О Зови их Идет Втачивать Это он уже пришел? Угу Наверное да Пускай Человек переоденится Это уже сразу Его Из корабля На бал Ссылку на эту сварку Мы оставим в описании Сварка Универсальная Она Варит Как Электродами Так и Полуавтоматом Вот это надо Отсоединить И сюда Или эту переставить Наверное Подсоединить Электрододержатель Как она варит Электродом Мы еще Не пробовали Не было надобности Да Не было надобности Я не очень люблю Электродами варить Ну Я этой сваркой Научился Варить раньше Чем электродами Электродами Так у меня И Ну Очень хорошо Не получается Это конечно Но варит Она конечно Просто Прекрасно Меняет Что самый парадокс Что может Вот сваривать Очень легко Вот сваривала 8 мм Сталь С одним Миллиметром А выставили Мы так Просто на глаз Без всяких Выставили Игнат Выставил На толщину Металла 2 мм Мне наварило Да Иногда Пыталась Чуть-чуть Прожигать Но это Это не считается Классно А много там Что проволоки Осталось Скоро Нам Ну Выставить Кислота Уже скоро Кольца Да Уже Ну Половину Еще немного Есть Половину Конечно Работа С таким Профессиональным Оборудованием Она Доставляет Только удовольствие Даже когда Уже вроде Неинтересно Этим Заниматься Но Ладно Что там Мама Кошки Своей Плите Наверное Надо Все Пошел я Варить Дальше Тебе Еще Кастрюлю Варить Только Капотик Мы Приняли Решение Что Надо Будет Варить Картошку Картошку Потому что Картошки Отдали Много Картошку В очередной Раз Картошка Не очень В хорошем состоянии Потому что После комбайна Все Такая Битая Мятая Она долго Храниться Не будет Поэтому Приняли Решение Картошку Варить Хотя Семеном Уже Решили Что Варить Не будем Но Потом Все Таки Побалуем Пламя Интересно Выскакивает Выскакивает И Затягивает Наверное Иначе Надо Нам Ставить Парник На хуторе Я туда Режу Езжу У меня будет Меньше работы Не понял На хуторе Реже появляюсь Чем ты На хуторе Реже бываешь Тебе работы Будет меньше Ну Вже Тут Тепер Робился Вот так Мы сейчас Варим Хрюшем Хрюш Стало Много Растут И едят Больше Да Надо Я Когда Прошлый раз Говорил Надо Срочно Заниматься Этим Забором Нашел Шифер На забор И причем На весь забор И недорого И здесь В Кобрине Вчера Он был Сегодня Позвонил Его уже Продали Ближайший Такой Недорогой Это Жабинка Но ничего Найдем Вот Забор Срочно Надо делать Из проекта Надо Старшие Поколения Выводить Потому что Едят Они уже Просто так Едят Все Надо Но ничего О Сегодня Мне Семен Анекдот Рассказал Приходит Сын К отцу А школа Так же Как и работа Ну да Сынок Так же Как работа Ну а На работе Зарплату Платят Зарплатят А в школе Ну в школе Это вот Оценки Твои Твои Переживания Даже Вот эти Нервы Это тоже Все Вот Твои Эти ресурсы Сынок Пока Чтобы Может через Ушко Продень Я же продел А Крышки Чтобы не искать Еще одну Выборку Пересыпать Картошку Временно Пока не Пригорит В другом месте Нет Ты не понял Мы сейчас Его сможем Перевернуть Верс ногами И картошку Высыпать не надо Да Можем варить Да А ты понял Да И следующий раз Пока не пригорит Мы еще будем варить Другой Следующий Пока опять Не пригорит Да Бери Понесли Ты решил Ее окончательно Натокнуть Болгаркой Да Сколько здесь будет 0,8 Не больше Точно не больше А так как Она уже прогорела То она еще меньше Ну ладно Так 0,7 Я люблю Большим соком Я лучше Прихватками буду Сам Контролировать Чем Невозможно Его прогреть Не доверяешь Да Ага А где мы здесь Массу найдем Там Там Масса нету А это точно металл Никогда не там Сплав Оț него Тара Масса нету Стоит как получилось не успел а где заварено ну лей сейчас поднимем посмотрим чтобы не влить ничего прогорело а где ты варил ее в кастрюле покажи воды налейте как можно ли ли мы проверяли